Конкурс красоты для приусадебных участков. Региональное отделение Союза пенсионеров России объявил о втором окружном смотре конкурса «Чистое подворье». В этом году оценочные комиссии будут работать в 17 муниципалитетах Ненинского округа. В прошлом году в огородном состязании приняли участие более 200 жителей из разных населенных пунктов. Самому старшему конкурсанту из Каратайки было 84 года. С теми, кому предстоит сразиться за титул самой лучшей дворовой территории, пообщалась Любовь Пермякова. Тут, конечно, есть немножко из теплицы я покупала. Уход, конечно, ухода очень много. Лидия Некрасова показывает нам свое огородное царство. Для будущей конкурсантки «Чистого подворья» земельный участок по переулку Сахалинский – это не просто место жительства картошки, огурцов и помидор. Это еще и территория отдыха хозяйки дома и ее семьи. Для души отдыхаешь. Когда все цветет, такая красота. Я еще говорю ребятам, сделайте скамеечку, чтобы мы могли отдыхать. Еще все оборудуюсь потихонечку. Землю я, конечно, люблю. Ковыряться для меня – это болезнь, наверное, уже. Так мы выросли в своем частном доме всю жизнь с землей. И вот к этому тянет что-то садить, что-то выращивать. Родительский дом, про который рассказывает Лидия Егоровна, находится по соседству. Там живет ее родная сестра, а еще и конкурентка по конкурсу «Чистое подворье» Надежда Кычина. Вот картофель уже цветет, цветочки, калиндула цветет, циния, бархатцы. У меня в основном цветы вот эти. Люблю цветы, калиндулы, бархатцы. Ну, там подсолнух. Здесь выросли, здесь, на этой земле. Мама тут цветочки – это же родительский дом. Мама любила цветочки. И у нас продолжение рода, как говорится. Любим все цветы выращивать. Надежда Кычина – садовод со стажем. На ее участке растет более 15 видов цветов и разных культур. Пока таким обилием растений не может похвастаться новичок огородного дела Валентина Таратина. Но женщина уверена, что уже на следующий год ее участок приобретет необычное дизайнерское решение. Цветовод начинающий. Года три, наверное, всего занимаюсь. Потому что вышла только на пенсию первый год. И вот время свободное появилось. Но в этом году, конечно, все поздно. Все на месяц позднее. Садили все на месяц позднее. И в конце 20-х числах июня садили. Все за погоду, да? Да. Не за погоду, а паводок. Мы же затопляемое место. Несмотря на часто затопляемое место, участок Валентины Федоровны находится у реки Печора. И поздние сроки посадки, яркие цветы на огороде все-таки порадовали хозяйку. Это цветы дельфиниум. Это многолетник. В общем-то он неприхотливый. Кроме дельфиниума, на участке красуются васильки, акониты, пионы, лилии, мальва. Есть клубника, растет даже кедр. В общем, у Валентины Федоровны, как и у других жителей округа, цветет огород на зло всем законам природы. Именно такие участки скоро оценят в рамках второго окружного смотра конкурса «Чистое подворье». В прошлом году его границы расширили до регионального масштаба. Тогда участие в нем приняли 16 населенных пунктов – Верхняя, Нижняя Пеша, Волоковая, Хангурей, Великовисочная, Лапожская. Всего порядка 200 личных хозяйств. В этом году количество желающих продемонстрировать красоту своих хозяйств, по словам глав муниципалитетов, будет больше. Да, в чистом подводе у нас граждане будут участвовать обязательно. У нас любят заниматься и разведением цветов, и садить такие насаждения, которые приносят плоды. У нас люди каждый год украшают свои придомовые территории, особенно где частные дома. Это и какие-то изготовления украшением из подручного материала, то есть вот эти камеры, покрышки, вот эти все используются. Это какие-то клумбы, и особенно у нас хорошо, активно участвуют населения Нижней Пеши, Волоковой и Верхней Пеши. Конечно, красивые участки есть, есть что показать. Очень много цветов высаживают, ухаживают за своими придомовыми территориями. Этим летом оценочные комиссии будут работать в 17 муниципалитетах. Главным критерием оценки огородного состязания станет творческий подход к оформлению участка, урожайность, наличие домашнего скота, ландшафтный дизайн и состояние фасада. Итоги будут подведены в середине сентября.